Ирина, добрый вечер. Добрый. В выходной день тревожу тебя, чтобы перед семинаром, пока есть ещё время, уточнить те вопросы, которые ко мне приходят и которые сама до конца объясняю, объясняю, понимаю, что я пока неслышима. Да? Ну вот, например, есть аудитория, которая интересуется твоим семинаром, которая профессиональная. Но при этом у неё есть страх, что инфодайвинг – это вообще какое-то чудовище. Неизвестно кем и зачем придуманное. И есть вторая аудитория, которая занимается инфодайвингом и которой я пытаюсь донести то, что твой семинар действительно поможет проработать определённые моменты, когда им станет легче слышать себя. То есть вот это две разные группы, две чаши весов такие, с одной стороны профессиональные, а с другой стороны занимающиеся саморазвитием. Скажи, пожалуйста, вот насколько твой семинар, он удовлетворяет инфодайвингу, действительно развитию в этом направлении, в работе с информацией, да, в глубоких внутренних состояниях сознания, и насколько он применим в профессиональной деятельности? Так, в профессиональной деятельности всё, что я даю, это знакомые психонаправления, то есть это вещи из разных психотехник, из разных психонаправлений, и их можно почитать в книжках, в учебниках у разных авторов, просто оно всё синтезировано, сведено в одну единую картину. Разные направления, если мы говорим о профессиональной аудитории, да, то есть разные направления психотерапии, они иногда говорят об одном и том же, но разными словами, да, пытаясь что-то объяснить, или через какие-то разные фокусы. Ну, телесно-ориентированная психотерапия работает через тело, пытаясь выйти на психику, решить те же самые травмы, да, добраться до какого-то травматизма, их отработать. Психоанализ пытается через какие-то образы, через воспоминания что-то анализировать, тоже выйти на какие-то травмы и каким-то образом их отработать. Неважно, с какой стороны и как мы подошли, да, всё приходит к тому, чтобы отработать какую-то травму. И тут возникает вопрос, зачем? Зачем? Нам это надо. Именно в какие-то ситуации чаще, то есть если происходит какая-то стрессовая ситуация, наш организм запоминает способ реагирования, и это может быть как позитивно, когда ЕС мы на коне, мы победители, или это может быть в негативном ракурсе, когда ситуация не завершена, мы остались с обидой, с раздражением, то есть с перечнем каких-то негативных эмоций. Хотя, в общем-то, с моей точки зрения нет эмоций не позитивных, а негативных, но просто переживания, какие-то мы с удовольствием переживаем, какие-то эмоции мы постараемся избегать. Да, вот их как раз и называют негативными. И посему вот эти негативные, то есть незавершённые какие-то ситуации, когда осталось негативное воспоминание, и у нас остаётся там эмоциональная привязка, к сожалению, оказавшись в следующий раз в похожей ситуации, у нас выстрелит вот этот наш негативный опыт. И это вот и есть те шаблоны, это есть стереотипы, это есть те привязки, которые сидят в нашей психике. И дальше у нас жизнь складывается, хотели как лучшее, получилось как всегда. Поскольку дети очень часто копируют опыт родителей, да, и мы копируем модель поведения родителей. И даже если нам не нравятся какие-то модели поведения наших родителей, тем не менее они у нас записаны, они у нас скопированы, и мы их воспроизводим. И в этом плане мне очень нравится транзактный анализ, да, Эрик Берн, игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры, да, ребёнок, родитель, взрослый. Так вот, быть взрослым мы практически не умеем. И весь мой семинар, вот этот терапевтический тренинг, я даже не назову это как не семинар в большей степени, это терапевтический тренинг, потому что я даю материалы, я даю информацию, и я даю техники. И здесь же мы можем отработать очень многие вещи. Поэтому я даю методологию, как избавиться от позиции ребёнка, да, как отработать все травмы, в которых мы застряли, поэтапно, и в этом мне очень помогает, нравится спиральная динамика, где мы можем шаг за шагом, этап за этапом, подняв какие-то определённые задачи, которые решают тот или иной период, да, и они очень хорошо описаны в спиральной динамике, она описывает человека через систему ценностей. Очень похоже есть известная система потребностей, да, пирамида Маслу, это через потребности людей. Спиральная динамика описывает человека через систему его ценностей. Это уже более высокий уровень. И через систему ценностей, как раз вот на каком этапе ценностей мы находимся, она управляет нашим поведением, она управляет нашими потребностями. Вот. И если, скажем, у маленького ребёнка есть потребность, осталась неудовлетворённой, любви, принятия, заботы, удовлетворения каких-то банальных потребностей, и вот этот страх голода, это бежевый уровень, самый первый этап спиральной динамики, и этот страх голода будет отражаться тем, что во взрослом возрасте человек будет куда-то с собой грузить огромное количество продуктов, он будет плохо себя чувствовать, если в холодильнике, там у него на полке не ломятся от количества продуктов. Ну, это известный ленинградский синдром, то есть люди, которые перенесли голод во время войны, они потом, этот страх голода у них их преследовал всю жизнь, несмотря на то, что уже война закончилась, и питание было в достаточном количестве. Так вот, такие микро-ленинграды у нас могут быть внутри у каждого. Вот. И опять же я так, ленинграды в кавычках, да, потому что неудовлетворённые какие-то потребности, они потом заставляют в процессе жизни нас вести именно таким образом. Вот. И как правильно, то есть не эпизодически, что-то выстрелило, я нашёл, вроде отработал, на какое-то время утихло. То есть можно, конечно, работать рваными кусками. Я предлагаю методично, этап за этапом. Это как сделать капитальный ремонт, да. Сначала фундамент закрываем, да, потом стеночки ставим, потом крышу кроем, а потом делаем весь конкретный внутренний дизайн. Вот. Точно так же и здесь. То есть шаг за шагом, этап за этапом, день за днём. Мы будем закрывать определённые уровни, будем смотреть, у кого какие травмы остались, не закрыты, и методично их закрывать. Поэтому для тех, кто специалисты, кто работает с людьми, кто занимается пихотерапией, это, в общем-то, методология, как можно помочь пациентам действительно закрыть, ну, провести капитальный ремонт. Можно брать какой-то один отдельный кусочек и чётко его пройти, и точно закрыть потребности, потому что, ну, может быть, потребности биржевого уровня закрыты, то есть у человека нет проблем в плане того, что я жив, и это хорошо, я родился, и это хорошо. Но у него есть проблема в том, что, ну, его недолюбили. Как-то родители были заняты. Ну, например, родители-студенты. Да, студенты, да ещё работали, им надо было и учиться, и ребёнком заниматься, и так далее. И ребёнок будет чувствовать, ведь не потому, что родители его не любили, да, но вот какой-то дефицит времени, и ребёнок сам переживает, переживает, что ему не додали. И он дальше домысливает, ну, я, наверное, недостаточно хорош, я, наверное, как-то вот не так себя веду. И дальше этот человек по жизни будет всё время выслуживать любовь. Он всё время вот как-то пытается закрыть вот этот гешталь, закрыть эту травму, да. Но для того, чтобы закрыть, надо туда вернуться. Туда надо вернуться, её конкретно надо отработать. Мы можем эти вещи через какие-то навыки, поведенческие штуки их закрывать. И если более-менее спокойно, то есть, ну, я могу как-то так натренироваться, да, убедить себя там, что со мной всё в порядке, я достоин любви и так далее и тому подобное. И если всё тихо, спокойно, то, в общем-то, она будет, ты знаешь, вот как обои на трещинку заклеили, и будет всё хорошо. Но достаточно быть с какой-то серьезной стрессовой ситуацией, и когда человек регресснёт, и опять его этот травм откроется. Вот я помогу, то есть объясню, расскажу, как это закрыть методично, для того, чтобы потом туда конкретно не возвращаться. Поэтому профессионалы могут, а, отработать с собой, б, они получат материал, как можно работать непосредственно со своим клиентом. Для тех, кто занимается какими-то эзотерическими вещами, духовными практиками, но тем же самым инфодайвингом, как ты говоришь. Хотя для меня то, что ты назвала инфодайвингом, ну, скажем, получать эту информацию я научилась другим способом, совершенно без всякого гипноза, благодаря духовным практикам, благодаря медитациям. И, естественно, что это был более длительный путь, но это мой личный путь. И я прекрасно знаю, что сложно чувствовать свои глубины, когда от тебя тормозит страх, когда от тебя, твоя голова, в твоих мыслях крутятся какие-то проблемы, от которых ты не можешь отвязаться. В силу того, что к травмам есть эмоциональная привязка, и те ситуации, которые прокручиваются в нашей жизни, и они для нас тоже эмоционально привязаны, то даже сойдясь в медитацию, нам бывает очень сложно их отпустить, да, и прийти к состоянию «я есть». Потому что, ну, скажем, получить информацию где-то изнутри себя или из коллективного, бессознательного, неважно, какими словами это называть, это вообще-то надо прийти к состоянию наблюдателя, да, и в этом плане мне очень нравится практика из духовных школ «Атма Вечара» называется, когда всё время задаёшь вопрос «Кто я?» да, то есть если я вижу, закрыла глаза, вижу какие картинки, для кого эти картинки, для меня, а кто я? И если её правильно выполнять, то опять выйдешь в состояние чистого наблюдателя. Это просто факт, что я есть. Это духовная практика, это духовная школа и, в принципе, как побочка всех духовных практик, когда ты в медитации в глубокой задаёшь вопрос, ты получаешь ответ. Там просто не ставится целью поиск ответа, да, задача духовной практики чуточку абсолютно другая. Вот. И это является таким, ну, косвенным материалом, да, если… И есть специальные практики из духовных, когда ты садишься и действительно берёшь какую-то фразу, и ты её начинаешь осмыслять, её начинаешь прокручивать с разных сторон, да, и из глубины у тебя начинает приходить ответ. Откуда он приходит? Он приходит из глубины самого себя. Но это тоже можно назвать инфодайвингом, да, вот то, как ты назвал, это невозможно. Это просто современное слово, которое обозначает погружение в самого себя и поиск какой-то информации. В общем-то, этим всегда занимали все духовные учителя, все просветлённые. Они вдруг знают какие-то вещи, о которых они не читали. Откуда вы не получили? Они опять получают изнутри себя, потому что уровень сознания, ну, он отвязан от грубых эмоций, он отвязан от болечки, он отвязан от обид, он отвязан от страданий, он отвязан от зависти, он отвязан от ревности. Он, и когда он свободен, ну, я так, он всплывает, да, и, ну, ты тогда находишься в другом состоянии, в другой энергетике. В другом качестве мышления. Но я понимаю, что я знаю эту вещь. У меня нет сомнений, что это правда. Сомнения бывают на другом уровне. Сомнения бывают, когда как раз мы сидим, прав-неправ, да, когда мы сидим в травмах. И когда мы на этот мир смотрим через травму. Взрослый человек, он самодостаточен. Он чувствует себя, он знает, что хочет, он понимает и максимально сознаёт, что он делает. Он управляет своим ребёнком, он управляет своим родителями, он управляет своими другими субличностями. Они им управляют, то есть не слуги мной управляют. Я хозяин. Я хозяин своей жизни, я хозяин своей судьбы. Я сам принимаю решение. Опять же, чего я хочу? Нас научили, чего хотеть. Машинку БМВ, там суперкрутой коттедж, там, как там сказано, да, женщина должна выйти замуж и родить ребёнка. Да, и что-то там, получить какую-то специальность в лучшем случае. Мужчина должен построить дом, родить ребёнка, посадить дерево. Вот таких убеждений, мелких вещей в нашу голову вложено, бился целый тележка, да, и они нас пришнуровывают к той роли, в которой конкретно мы застряли. Поэтому, если мы берём тот же самый неудачник, у меня ничего не получится. Ой, а я не знаю, как. Ой, а вот, а как меня оценят? А что бы мне подумают? А как скажут? А за этим сидят маленькие убеждения, маленькие фразы родителей, да, по поводу того, ты ж посмотри на себя, что про тебя соседка скажет? Вон, какая ты грязнули. Бегает маленький ребёнок, где-то там в ложу упал или после дождя получил кучу удовольствия, по ложу побегал. Один из способов воспитания это рассказать ребёнку, какой, извините, он хрюшка, да, и что об этом подумают соседи, другие детки и так далее. Нас всё время воспитывают на сравнении с кемпом. И вот эти вот маленькие тараканчики, они у нас сидят, это привязочка. И человек уже вырастает достаточно взрослый, и он по-прежнему боится, он смущается. Ой, а что скажут? Ой, а я достаточно причесан, а губки мои хорошо накрашены. Ой, посмотри, пожалуйста, да, там не дай бог, где-то там какая-то дорожка на колготках или ещё чего-то, да. Это страхи. Это зависимость, это зависимость от мнения, что страшного случится, если у тебя там на колготках дорожка побежал. Кто-то обо мне подумает. Это опять же страх отвержения, это страх вот плохо выглядеть. И вот таких тараканов у нас правда очень много. И поэтому мы не являемся взрослыми. И вот на тренинге можно увидеть своих тараканов очень подробненько, вот под микроскопом. Я расскажу, ну, что с ними делать, да, как правильно включить свет. Что-то я так метафорически представила. Кухню полную тараканов, темно. Они там уже вот раз, включил свет, и все разбежались, да, в разные стороны. Тараканов света боятся. Так вот, что-то из этой серии, да. То есть наша задача будет высветить, посмотреть. И очень важно здесь действительно искреннее намерение человека. Вот. Потому что те тараканы, которые у нас есть, для нас они полезны. Для нас они правда полезны. Ничего плохого для нас нет. Потому что когда-то они помогли нам выжить. Они помогли нам выжить. И мы живём так, как мы живём. И мы живём. Но стоит вопрос, что мы хотели бы жить по-другому. Нам хочется вкусной еды, нам хочется хороших заработков, нам хочется путешествий, нам хочется комфортной жизни. И бедный мыслит, как мыслит бедный. Богатый мыслит, как мыслит богатый. Они, поверьте, мыслят разному. Бедный мыслит, я не могу себе этого позволить. Богатый думает, и как бы я мог себе это позволить. При первой мысли мозг засыпает. И он говорит, ну да, это не для нас, это не про нас. Мы такие бедные, несчастные. Не могу, не умею, но вообще-то не хочу. А у богатого мозг начинает быстренько крутить. Так, вот мы можем это там, это здесь. Он начинает лихорадочно искать варианты. И он их обязательно найдёт. Потому что наше познание может всё. Вот у человека правда потрясающий ресурс, и он ограничен пределами его фантазий. Пределами его фантазий. Но здесь тоже есть очень маленькая такая разница между нашими фантазиями, нашим намерением. То есть мы можем пофантазировать, полежать на диване из рубрики ни хреново было бы иметь, но вот как-то задницу поднимать с дивана не хочется. И это тоже модель. И она тоже почему-то сформировалась. И в этом тоже есть защитный механизм, почему задницу надо не поднимать. Это из рубрики. Ага, если завтра война, мы сегодня голубые, а мы ещё не емши. Поэтому мнение, мы никуда, вот нам надо побольше, потому что войны ожидаем. Хотя уже мир достаточно давно. Поэтому взрослых людей у нас очень мало. По статистике того же Абрахама Маслоу, он описал 15 критериев зрелой личности. Это описание взрослого человека. Только 1% населения земного шара. 1% соответствует этим критериям. Ну, у меня есть предположение, может, со временем, когда он это делал, уже прошло какое-то время. Я думаю, добавилось ещё чуть-чуть, потому что даже самая стальная динамика говорит о том, что сознание человеческое изменяется. Люди действительно развиваются, развивают степень осознанности, развивают своё сознание. И если, наверное, ещё лет 10-15 о том, что есть люди с жёлтой, бирюзовым, то знаниям это были единичные. На сегодняшний день людей с подобным образом мышления, они уже известны в кругах, они говорят об этом. Вот. И... Ну, вот. Потеряла фразу. Поэтому, в принципе, этот семинар про то, как повзрослеть. Что такое быть взрослым, да, как это вот разбудить своего взрослого внутри, потому что он есть у всех. Вот взрослый человек есть у всех, да. Вот его надо разбудить, его надо якорить, ему надо дать кучу ресурсов для того, чтобы он стал хозяином своей собственной жизни. Ну, вот про это семинар, вернее, тренинг терапевтический. И будет. Я ответила на твой вопрос? Ты знаешь, ты ответила на все четыре моих вопроса, главные, так плавно переходя от одного к другому, да? И я... Это я считала то, что ты хотела задать, наверное, да? Ну да, от вопроса к вопросу, плавно прошла по всему списку. В общем, я так понимаю, что после твоего семинара человек, выходя, он уже будет знать, каким образом ему дойти и какие проработки ему делать дальше абсолютно осознанно. Потому что я знаю, что вот в силу того, что инфодайминг очень быстро набирает обороты, вот тот, ну, скажем так, ту недоработку, которую я вижу сейчас вот в нашей методологии, это то, что методологии-то и нет. Да, то есть мы даём разрозненные семинары, и человек сам выбирает, каким образом закрыть ту или иную нишу. И когда человек уже в практиках давно, там в тех же духовных практиках, ему легко определиться. Он знает, что у него это и это проработано, вот это и это добавлю. И у меня получится, у него действительно быстро получается. А когда приходит человек, который не занимался или перегружен теми же самыми экстрасенсорными какими-то внешними знаниями, у него возникает такой ступор, и он не знает, с чего реально начать. У него нет вот этой выстроенной системы внутреннего понимания, причём даже для программы ума понимания. Вот я сделаю это, 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 и у меня будет тогда такой гармоничный результат на выходе. Да? А здесь у тебя мало то, что система выстраивается, и ещё все тараканы прорабатываются для того, чтобы человек был в балансе, в гармонии с собой, чтобы у него всё было спокойно, классно, и он знал, и как работать с собой, и как работать с другими людьми, и одновременно проработался сам. В принципе, это достаточно такой семинар. Да, согласна. Но и методологии положены недешёвые. Я знаю, что ты собирала многие вещи достаточно из дорогих источников, и оплачивала достаточно дорогие семинары, которые потом компилировала через свой собственный опыт. Это всё крайне недешёвые вещи. Ну, я как-то посчитала. Так, опять же, приблизительно, да, сколько денег я потратила на своё образование, на свои тренинги, на всякие семинары, поездки и так далее. Ну, что-то около 30 тысяч долларов у меня получилось. Ну, я девушка любопытная, да, поэтому я колесила. Могу себе позволить. Ну, как-то так. Ну, вообще человек, правда, очень удивительное существо, и я как-то вот иногда смотрю на своих пациентов и понимаю, ну, задержава обидно. А те огромные, потрясающие ресурсы, которые есть у людей, они просто тупо лежат на полочке. И в этом плане мне нравится такая притча и метафора. Идёт мудрец, смотрит на дороги, на сундуке сидит нищий, на сундуке висит огромный такой замок, вот, и с протянутой рукой собирает копеечки на пропитание. Он останавливается, говорит, послушай, а почему ты деньги просишь? Ну, я вот такой нищий, бедный, несчастный, у меня денег нет. Он говорит, а вот ты на чём сидишь? Он говорит, на сундуке. А сундук у тебя откуда? Да вот тут по наследству от родственников получил. Вот, так что у тебя в сундуке? А, там мелочь, всякая херня. Да, я вот даже его не открываю. Вот, что-то могут мне конкретно передать. А он говорит, а давай мы откроем. Да, и вот они открывают этот сундук, а там он наполнен бриллиантами, алмазами и так далее. Так вот, каждый человечек — это шахта с алмазами, это шахта с бриллиантами. К сожалению, начиная с раннего детства, ему рассказали о том, что это просто стекляшки. И он в них искренне поверил. Вот, поэтому задача, я вижу, эта задача в развитии каждого человека — это заглянуть вовнутрь, найти все свои бриллиантики, вот, одеть на них и право, да, и вот выставить, выставить, пользоваться ими, да, потому что вот то, что Эрик Бёрн назвал взрослым человеком, это задумка Бога. Бог, правда, не творит дерьма. И если Он действительно всемогущий, если Он всезнающий, да, то в каждом творении есть своя изуминка, в каждое творение его изящное. Если нет при огромном количестве снега на земном шаре, если нет двух одинаковых снежинок, то, в общем-то, нет двух одинаковых людей. И это не про то, что кто-то лучше и хуже, то есть каждый из нас эксклюзивен. И если в процессе тренинга я помогу отыскать людям, участвующих в этом терапевтическом тренинге, свою эксклюзивность, ну, я буду считать, что я выполнила своё предназначение, и задача этого тренинга, она будет выполнена. Вот. Именно для этого он есть. Найти своего взрослого, найти свою эксклюзивность, найти своё достоинство, найти свою значимость, найти свой путь, ну, прикоснуться к себе и почувствовать, «Вау, я есть, это здорово, и я прекрасен, и сила у меня неимоверна, есть у меня честь и достоинство, и я могу ставить огромные цели и достигать их, и я могу жить со всеми такими же, как я в любви и гармонии, потому что я понимаю, что всё в этом мире связано». Это вот я немножко по спирали прошёлся. Ну, вот как бы, да. Хорошо, Ирина, спасибо тебе большое. Я думаю, что и ты ответила на те вопросы, которые висели в головах тех, кто сейчас решается, потому что с завтрашнего дня мы уже установим, что можно будет сносить предоплату на тренинг, и можно будет регистрироваться. Регистрироваться можно сейчас, оплачивать можно будет уже завтра. До встречи на тренинге со среды с 10 утра. Окей. Да, пожелаю всем запастись терпением. Просьба, ребята, очень важно высыпаться. Достаточно важно, потому что, когда мы работаем, при работе с психотравмами, при работе мы активируем разные дела головного мозга, то есть они требуют нормального питания, они требуют нормального сна. Естественно, никакого алкоголя в процессе, да, потому что он стягивает энергетику напрочь. Вот. И... Ну и ваше намерение, ваше намерение достичь результатов. Вот. И... всё в наших руках. Ну, это мои были маленькие пожелания. Спасибо. Спасибо, Ирина, большое. Ну, тоже. Спасибо, Ирина. Спасибо, Ирина. Спасибо, Ирина. Спасибо, Ирина. Спасибо, Ирина. Спасибо, ирина. Продолжение следует...